Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать. Здесь у нас сардыльки. Я увидела одного мукбанкера сардыльки, просто растаяла. Здесь охотничьи колбаски 3 штуки, 3 сардыльки, немножко пюре, имбирь. Дальше здесь у нас мастына, мои любимые. Несколько кусочков персика, кукурузка, помидор и огурчик, конечно же. Приготовила я здесь сырный соус и кетчуп. Кетчуп без ничего. Я люблю, когда в кетчупе нету вот этих вот каких-то гранул. Там иногда бывает, что чеснок мелко порубленный. Я не люблю. Для меня кетчуп это просто кетчуп без ничего. Пробуем сардыльки, вот эти я никогда не ела. Очень вкусно. Я на самом деле немного спешу. Сегодня я остаюсь у Фати с ночевкой. К сожалению, метро не работает. И Фати живет не так уж близко ко мне. Поэтому вызвала такси. Не люблю я таксистов, если честно. И вообще-то такси в целом. Мне легче на метро. Вечно какие-то непонятные истории. Это Довгам. Ссылочку я вам оставлю внизу. Офигенный напиток на лето. Прям самое то. Что-то вроде окрошки, но лучше. Переходите, смотрите. Куча идей у нас. С Фати. Так что подписывайтесь на наши инстаграмы. И смотрите, что мы там творим. Сардельки просто отварила. Сначала думала пожарить, но потом... Решила не варить. Ой, не жарить. Решила отварить. Очень вкусно. Даже вкуснее, чем колбаски. Не знаю, кто в составе, но... Божественно. Пюрешечка сухая получилась. Мама говорила, что это не съешь. Уменьшим порцию. Ну, я просто настолько люблю колбасы, сочетки и все дела. Что я могу есть сколько угодно. Аккаунт называется Юлия Айка. Это опять с Кариной. Ответь, пожалуйста, что ты думаешь о бесплодии. Вот, например, девушка мечтает иметь детей, а потом поняла, что это невозможно. Я считаю, что если ты не можешь иметь детей, это не повод расстраиваться. Кучу детей в детских домах можно взять. И я не понимаю людей, которые отрицательно относятся к тому, что про чужого ребенка с непонятными генами. Ой, господи. В тиктоке подписано на девушку. Она из детского дома. Иногда она снимает влоги из детского дома. И так много там милых детей. Пять-шесть лет. Почему бы не сделать счастливым такого ребенка? Я бы спокойно взяла из детского дома. Я считаю, что это очень хорошо. Кукурузка прям свежая. Такая, знаете, нежная. В общем, я бы с удовольствием взяла ребенка из детского дома. Мне кажется, и Богу это понравится. Да и вообще доброе дело. Сделать счастливым. Ребенку. Честно, я получаю особый кайф, когда ем быстро. Но, к сожалению, из-за комментариев. Многие мне нравятся, когда ем быстро. Сделать счастливым. Кап�и. Обалдеть, как вкусно. Когда я училась в седьмом классе, к нам в класс пришла девочка. Она была из детского дома. Получается, ее брат ее забрал оттуда. Дело в том, что ее родители умерли. Брат был в одном детском доме, она была в другом. Потом брату исполнилось 18 лет. Он нашел работу и решил забрать свою сестренку. Девочка была просто божий одуванчик. Такая милая, такая, знаете, эстичная. Знала, где что сказать. Просто прелесть. Мне кажется, дело не в детском доме, дело просто воспитания. Если бы, не дай бог, в моей жизни такое было бы, я бы, наверное, взяла совсем маленького ребенка и воспитала бы. Так что из любой ситуации есть выход. Выхода нету только из угроба. В любых других ситуациях есть выход. Я извиняюсь, мне здесь кто-то написывает. В общем, я подписалась на эту девочку. Мне очень интересно за ней понаблюдать. Рассказывает, откуда они берут деньги. Откуда у них телефона. Что одежду им приносят волонтеры. Это максимально страшно. с минуты на минуту должен приехать таксист моя задача съесть как можно больше пока он не приехал на этом все ребята я наелась мне уже пора выходить из дома я надеюсь что вы не будете сильно ругаться что я так быстро ела вот мне уже пишут всем желаю удачного дня ждите видео с фати всем пока